Дмитрий Дудко Дмитрий Дудко Дмитрий Дудко Дмитрий Дудко Власти Севастополя ожидают роста числа туристов в 2017 году на 7-10%. Об этом ТАСС сообщил руководитель города Дмитрий Владимирович Овсянников. Он отметил, что в прошлом году Севастополь на длительный срок, 10 дней и более, посетили около 350 тысяч человек. На один день около миллиона человек. Дмитрий Овсянников отметил, цитата, «Мы создали бюджетное учреждение, чтобы обеспечить качественное содержание наших парковых зон. Будем делать это централизованно, с привлечением большого количества сотрудников и специализированной техники. Пока что нас не устраивает качество пляжей, которые летом станут объектом притяжения и горожан, и туристов. «Мы проводим конкурс на обустройство пляжей, и арендаторы, и ответственные лица, победившие в конкурсе, будут обязаны содержать наши пляжи в хорошем состоянии». Конец цитаты. 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков в центре Одессы и пожара, устроенного украинскими радикалами в Доме профсоюзов, погибли 48 человек. Память жертв страшной трагедии почтили в Севастополе. Траурный митинг провели на аллее славы городов-героев у памятного знака Одесса. Эта трагедия, по словам очевидцев, буквально поделила жизнь Одессы на до и после. В палаточном городке на Куликовом поле сторонники федерализации Украины собирали подписи за проведение референдума и придание русскому языку статуса государственного. Украинские экстремисты сначала стали стрелять, а затем загнали людей в здание Дома профсоюзов и подожгли, не дав им шансов на спасение. По официальным данным, тогда погибли 48 человек. Более 250 получили ранения. Страшную трагедию практически сразу стали называть карательной операцией или новой хатынью. Наша жизнь, она точно изменила до 2 мая, после 2 мая. Потому что те события, которые произошли, они, вы знаете, как это из области, это в высшей мере цинизм. Это разделенная толпа, которая на пути своя рушила все. Они кроме своих халабут на Майдане больше ничего не построили в жизни, но зато они ломают все. Они разрушили наш город, они разукрашивают памятники наши. Честно говоря, тяжело говорить по этому поводу, потому что это событие прошло через каждую семью. Это не просто разделение какое-то временное, хронометрическое, да. Это разделение мировоззренческое зачастую. Большинство одесситов, конечно, приняло это событие, естественно, отрицательно, со скорбью. И вот эти действия власти, они абсолютно неприемлемы. 2 мая в Севастополе прошел митинг-реквием. На Аллее славы городов-героев у памятного знака Одесса собрались очевидцы страшных событий. Городские власти, члены общественных организаций, неравнодушные горожане. Люди пришли сюда с цветами и георгиевскими ленточками, чтобы минутой молчания почтить память погибших и выразить соболезнования их родственникам. На стилизованной арке портреты ушедших из жизни. Рядом снимки, сделанные в 2014-м. Спустя три года точка в расследовании трагедии все еще не поставлена, говорят одесситы. Давно уже их судьба должна была быть решена судом. Но дело в том, что каждый раз суд срывает заседание суда. Всякие радикалы, опять-таки, правосектор, наумсо и всякая нечисть, которая гуляет по Одессе и бесчинствует. И с разрешением властей, потому что власти никаких попыток не предпринимают пресечь это. Они должны быть осуждены не только местными властями, они должны быть осуждены во всем мире. В Одессе вспоминают каждый месяц об этих событиях. Люди каждый месяц идут туда, возлагают цветы, вспоминают. Цветы и венки, как символ мужества и стойкости духа, к памятному знаку Одесса возложили с единственной надеждой. Страшная трагедия на Украине больше никогда не повторится. Анастасия Синица, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Севастопольские рекреационные центры открыли курортный сезон. Пансионат «Изумруд» и две базы отдыха «Батильман» и «Солнышко» уже принимают гостей. Руководство государственного унитарного предприятия «Пансионаты Севастополя» в этом году подготовили для отдыхающих насыщенную развлекательную программу и обновили часть номерного фонда. Уникальный природный ландшафт, Крымские горы, Чистое море и аллеи реликтового можжевельника. Пансионат «Изумруд» в бухте Ласпи уже больше полувека принимает гостей из уголков России и стран зарубежья. Территория пансионата сегодня – это три спальных корпуса, 25 домиков, столовая со шведской линией, кафе, бары, детские и спортивные площадки, кинотеатр, собственный прогулочный катер и многое другое. Здесь четыре собственных пляжа, в том числе детский. Отдых можно подобрать на любой кошелёк, рассказывает руководство пансионата. Номера от категории «эконом» до современного коттеджа или двухкомнатного люкса. Этот корпус представляет всего 14 номеров. 14 номеров здесь и как одноместные номера, двухместные номера, четырёх и так далее, до шести мест. К июню в пансионате «Изумруд» полностью отремонтируют 30% всего номерного фонда. Для маленьких постояльцев здесь уже оборудовали специальную комнату с развивающими игрушками. На улице – игровой городок. Всё лето для детей – шоу-программы с аниматорами. Появились путёвки одного дня. Это значит, любой человек, кто хочет прийти на территорию пансионата, может приобрести эту путёвку и побыть там, не покупая койки места, а вечером уйти. Допустим, он может посещать наши мероприятия, может находиться в кафе. Кроме того, руководство пансионата приготовило для севастопольцев и жителей Крыма особое предложение – 30% скидку на проживание в мае и июне. Для удобства вскоре организуют автобусное сообщение с пансионатом. Удивлять посетителей планируют развлекательной и образовательной программами. Это спектакли, литературные и музыкальные вечера, мастер-классы от севастопольских ремесленников, художников и танцоров. Программы будут направлены на объединение людей. Для семьи у нас также проработаны программы, где мама, папа, я – дружная семья. То есть наша задача социальная – это именно создать пространство, где будет хорошо, и люди могут приехать и действительно отдохнуть не только телом, но и душой. Уже в июне на территории Изумруда проведут первый кинофотофестиваль, на котором профессионалы поделятся секретами фотографий, покажут короткометражные фильмы. Анна Льготин, Дмитрий Еремеев, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. К новостям спорта. Севастополь в гостях победил Крым-Теплицу в центральном матче 22-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза, пишет Крыминформ. По информации пресс-службы КФС, в центральной встрече тура футбольный клуб «Севастополь» в поселке Аграрное победил Крым-Теплицу из Симферопольского района 3-1. Сначала трижды отличились севастопольцы. На второй и пятнадцатой минутах голы забил Редван Османов, а на восемнадцатой отличился Олег Солович. В составе Крым-Теплицы гол престижа на 21-й минуте провел Андрей Изборовский. Как сообщает корреспондент Крыминформа, действующий чемпион состязаний ТСК «Таврия» потерпел четвертое подряд поражение. Симферопольцы дома уступили соперникам из футбольного клуба «Евпатория» 1-2. Сейчас в турнирной таблице первое место занимает футбольный клуб «Севастополь» 47 очков, второй располагается «Крым-Теплица» 41 балл и матч в запасе, на третьей строчке ТСК «Таврия» и 39 очков. В турнире принимает участие восемь клубов. Всего в чемпионате Премьер-лиги Крымского Федерального Союза намечено 28 туров. Теннисный турнир, посвященный 1 мая, прошел на кортах 200-летия Севастополя. В соревнованиях приняли участие 28 любителей из нашего города. Состязались в микстах смешанных парах. В ближайшие дни Федерации тенниса Севастополя планируется проведение ветеранского турнира 2017 с участием большинства городов Республики Крым. В минувшие праздничные дни прошел городской турнир по теннису, посвященный 1 мая с участием 14 пар «Веттура». Соревновались теннисисты на кортах спорткомплекса 200-летия Севастополя. И уже в начале мая планируется проведение еще двух турниров. Очень много турниров у нас проходит на разных кортах. Очередной турнир – это турнир, посвященный 1 мая, который у нас проводит именно Федерация тенниса совместно с Крымской Федерацией. Участников достаточно много, с разных городов. Участвуют игроки разного ранга, есть и профессионалы, есть и любители. Вообще турнир организован для того, чтобы люди получили массовое удовольствие и оздоровились. На первом месте в миксах пара в составе Светланы Яландской и Игоря Колосова, победившие в финале дуэт в смешанном разряде – Марии Рудкину и Сергея Топорина. Успешно провели турнир и стали призерами Инга Старкова и Александр Окарков, которые увлечены этим видом спорта вместе с дочерью Машей и тренируются на кортах всей семьей. Теннис – это популярный вид спорта, и мы приходим на теннисные корты всей семьей. Играет супруг, играет дочь, все болеют, друзья, родственники. В такие дни мы приходим на тренировки, повышаем свою квалификацию теннисную и участвуем в соревнованиях. Наши теннисисты готовятся к майскому турниру среди ветеранов «Веттур-2017», в котором планируется участие более 120 спортсменов. Владимир Милянский, Виталий Коломеец, информационный канал «Севастополя». И о погоде, как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. И 2 мая в Севастополе облачно, ветер северный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 11, плюс 13, днем – плюс 22, плюс 24 градуса. 3 мая в городе малооблачно, ветер северо-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 9, плюс 10, днем – плюс 21, плюс 23 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции 5451-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам хорошего дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова